Доброго времени суток, с вами Александр, вы на канале НКХ и сегодня мы будем рассматривать один из лучших бюджетников Infocus M560 Вот так вот он у нас выглядит В комплекте со смартфоном у нас идет стандартный набор Сейчас мы откроем коробочку Там все стандартно, лежит зарядное устройство, USB кабель и скрепка Зарядное устройство под евро-розетки не заточено, нет вместе с переходником Его характеристики 5 вольт и 1 ампер В принципе вполне хватает, чтобы зарядить данный смартфон, так как темпость батареи всего 2500 мА Заряжается где-то примерно за полтора часа до 100% от нуля И с вашего позволения перейду к самому смартфону Корпус смартфона цельнометаллический, выполнен из авиационного алюминия Задняя крышка имеет примечательный дизайн, да, действительно металл Сверху у нас идет пластиковая вставка с камерой Здесь у нас располагается микрофон с антенной И снизу дизайнерское решение, тоже пластиковая вставочка Верхняя пластиковая вставка, я скорее всего повторюсь Это скорее всего техническое решение, связанное с уровнем сигнала Так как корпус все-таки металлический Несмотря на то, что смартфон стоит 18000 рублей Его начинка меня очень впечатлила Внутри у нас стоит 64-битный 8-ядерный процессор MTK6753 С частотой ядер 1.3 ГГц Исутствует видеоускоритель от Mali Т720 3 ГБ оперативки И 16 ГБ встроенной памяти В Antutu тесте данный аппарат набирает 37813 баллов Отличный результат для смартфона за 7000 рублей Также очень радует на этом аппарате то, что слот для сим-карты и слот для флеш-накопителя Тут находятся раздельно Большим плюсом является то, что внутреннюю память можно расширить аж до 128 ГБ Давайте перейдем сейчас к камерам На аппарате у нас установлены две камеры Задняя на 13 Мп Кстати, она по-честному на 13 Мп Вполне отрабатывает их Вот, смотрите, какая шикарная детализация Но снимки были сделаны днем Вечером, к сожалению, эта камера немножко замаливает снимок Но это все, в принципе, устраняется Установка нового софта Передняя камера для селфи и разговора по скайпу на 5 Мп Переходим, наверное, к самому главному козырю этого смартфона Это дисплей Имеет он у нас Full HD разрешение 1920 на 1080 точек IPS-матрица Ну, сами все прекрасно видите Очень насыщенные цвета Отличные углы обзора Не ожидал я, если честно, такого от смартфона за 7000 рублей Но есть один минус Экран защищает некаленое стекло, которое легко царапается Так что, если вы надумали приобретать данный смартфон Я рекомендую вам подумать о защите Также хотелось подчеркнуть то, что аппарат поддерживает две сим-карты Присутствует LTE 4G Очень хорошо работает GPS-навигация Также в конце обзора я хотел бы вам продемонстрировать Как данный смартфон проигрывает видео И чтобы вы оценили качество изображения и качество внешнего динамика Всем, кому было полезно данное видео Ставим пальцы вверх Подписываемся на канал Всем пока!